ценная вещь очень редкая вещь флюорит даже крупных размеров они вот такие мелкие болтованы это не уникальны конечно сделано безумно красиво прям ручная работа это достойная фирма royal долтон сколько такой стол может стоить ну порядка 2000 привет всем зрителям и подписчикам моего канала на связи фартовый коллекционер сегодня будет антикварная лавка в центре города на пушкинской 25 и поговорим на тему того что можно купить подарить на новый год какие антикварные предметы действительно в классном сохранить например есть в данной антикварной лавки ну или на портале виолити на сайте виолити где я регулярно покупаю разные предметы вы кстати пока не выставляли на виолите свои еще на велич нет но я рекомендую потому что там огромное количество покупателей потенциальных и там много конечно по монетам украины ну антикварят там тоже ценится и с чего можно начать может прошлом выпуске показывали вот этот потрясающе красивый уголок с часами со шкатулками с бронзовыми фигурами да а вот например бронзовые фигуры кто покупает вот кому можно вот такой подарить вообще кто коллекционирует мне интересно если какие-то определенные люди кому конкретные такие фигуры интересно во первых есть люди которые в принципе коллекционируют животных есть люди охотой занимающие уже коллекционируют есть по знакам зодиака есть разные люди разные тематики ну вот скорее мужчины то сколько такая стоит вы так сразу на вскидку скажете 1200 гривен я здесь увидел такой интересный формат а что это такое вообще огроменное горный хрусталь во время прохождения вот байкал-амурской магистрали он был найден вывезен оттуда это музейных таких состояний размеров камень очень ценная вещь очень редкая вещь достаточно не часто встречающаяся опять же таки повторюсь это музейная вещь то есть она вы из музея или как это музейные смысле уровня стоимости вот этот человек от которого достался нам этот камень занимался коллекционированием на протяжении всей своей жизни вот этими камнями это тоже из его коллекции камень называется флюорит флюорит тоже такая друза уникальных размеров крупных размеров они вот такие мелкие болтованы это не уникальные а вот такая именно друзья уникальная если положить например на печь и он согреется этот камень потушить свет и будет в квартире такое северное серьезно это вы протеряли нет я не буду проверять потому что это издевательство над камнем нельзя эти вещи делать потому что он потеряет воду и со временем превратиться в глину все знаем вода произошла на земле из камня обалдеть а вот этого что за камни такие с блестками какие-то вот вот это называется золото дураков этот камень кстати его нашли любители на территории харьковской области пишу вот он тоже как бы считается приносит удачу финансовую и должен на столе каждого мужчины золото я считаю да потому что мужской такой сильный камень а это что это друза аметиста но тоже она как бы достаточно это европейская дружа аметиста это из моей личной коллекции вот сюда я решила ее принести так ну такая сердоликовая пепельница интересная но это больше сердолик или сердолик сердолик кто как называть это больше дамский конечно это что за цена так написано 300 гривен 120 грамм да он так кстати даже удобно когда узнаешь у тебя почем класс а вот тут я вижу рядышком такие выставленные предметы мышки коллекционные это английская писательница в жил барклим вот писала об этих мышках всякие истории если же вечная поляна у нее история летняя зимняя весенние осенняя история вот эти коллекционные фигурки в европе в моде середины прошлого века ну к нам вот докатилась эта мода слава богу а сколько стоит такая но она стоит порядка тысяча двухсот тысяча трехсот гривен за одну штучку до штучку они как коллекции формируются очень много а их много они есть фигурки есть чашки есть часы есть пашотницы часы в смысле какие фарфоровые или она стены фарфоровые часы конечно да вот конечно сделано безумно красиво прям ручная работа это достойная фирма royal dolton парфоровая а какой тираж это у них ну у них тираж достаточно большой в принципе ну вот некоторые фигурки выпускаются по сегодняшний день некоторые остановили свой выпуск там на 70-х годах откуда они вот в украине в харькове привозим их из англии заказываем может заказать через интернет или как-то вы через интернет можно купить на ebay у кого есть такие возможности но это будет дорого потому что она такая на ebay фигурка будет стоить минимум евро 35 50 и плюс доставка еще там тоже входит легче самому съездить накупить чего-нибудь там ухты стол такой я прямо заметил это в журнальный да или такой называется чайный стол музыкальном оформлении это мы его восстановили а из чего он это дерево натуральное дерево вот это шпон ореха это капа это тут вот рисунок натуральный восстанавливали элементы бронзы мастера по бронзе художники восстанавливали там рисунок такой плачевном состоянии нам достался этот стол но он высокого уровня сколько такой стол может стоить ну порядка двух тысяч долларов он стоит это породистый стол в ходе реставрации клеймо мастера к сожалению там была утеряна поэтому ну это бронза да да это вы вы высокого качества стол и квалитета очень беру фирвант из палисандрового дерева это достаточно такое дерево качественное и не часто вот если на него попадают солнечные лучи светится вот как золотистым таким становится он такой вроде как и не зрачный на вид но вот когда лучи солнечные попадают здорово он такой полностью площадь совпало отреставрированы одного ящика здесь не было приходилось искать все эти материалы а какая цена вот такого например в районе 1000 долларов восстановленным я бы себе домой хотел бы какой-нибудь такой поставить но наверно что-то больше для книг или для коллекции вот например у такого плана витринные книжные кстати вот этот тоже модернизировали мы эту витринку для себя для своего магазина это был тоже ключик тут вот такой есть что еще можно показать сейчас новый год что можно еще дарить вот такие копилочки то есть это можно кому-то и антикварные интересные очень красиво конечно прям отручная работа да получается тоже это или ручной фигурки расписано фигурки а здесь ну как вот в объяснить вам это переводка запеченная сколько стоит такая копилочка это 700 гривен очень красивая прям не стыдно такую подарить действительно очень дорого выглядит они одинаковые да получается с разными еще с разными рисунками сюжетами так разные сказки разные сюжеты от разных сказок а что-то так опирает даже у них указан это ой боже мой royal royal dolton да вот это вот фабрика тоже копилочка до которого не нужно разбивать потому что ну это да такие копилки их разбивать не нужно тут сбоку смотрите вот так вот закидываете класс что у вас еще там фигурки в принципе мы в прошлом видео разыгрывали даже 50 гривен победитель пах получил моментально угадывали что-то за штука это конечно же для алкоголя до для сундук для того чтобы разместить там бутылочку вина например кстати по поводу бутылочку и два бокальчика да вот тут мы кстати видим разные графины в серебре есть у вас такие которые заранее припу к сожалению у нас нету поскольку это дорогостоящие такие вещи какие разные ну даже а это по серебряные нет это не серебряные это европейские красиво так выглядит очень современно а для виски есть вас такие виски были я бы взял бы сил то что я возьму сегодня в этом магазине это вообще откуда это что-то это это для виски до бокалы и германия класс ребята все сколько стоит такая такой комплект там 6 бокала да вообще все по 6 считается правильный формат 126 12 продолжается мебель такая старинная интересная и вот там внутри я увидел новогоднюю тематику вот смотрите какие колокольчики это реально они используют колокольчик да или что это коллекционный колокольчик декор фарфор германия вот не каждый год выпускаются с разным рисунком и коллекционируют наполняют свою квартиру какой-то год из они шеются в более современном ну да они более-менее современные со 288 там ну достаточно со времен сколько такие стоят по 400 ух ты и прямо там совсем разные то есть можно себе кто любит колокольчики можно вот к вам зайти и выбрать себе класса так что у вас еще такого новогодние тематики вижу и картины есть небольшие его там сзади это что-то за работа написанная диссидентом в 60-х примерно годах уже было направлено поселение но все равно было запрещено подписывать фамилию это досталось от человека который с ним дружил и вместе с ним там отсиживал на этой колонии поселения такая тоже энергетически емкая такой несет я не художник но вот все художники которые приходят и понимают обращают на нее внимание такое настроение конечно ух мощная очень такая энергетика мне нравится пока увлекаясь украинскими художниками которые в 50-х 60-х писали ну васильковский ну я пока изучаю мир начинаем с нашего хотя вот сейчас ходить в музей вот васильковский он читает лично писал и пишет картины о гу-гу начинаем с того потихоньку изучать эту тему вот когда европа я думаю тоже доберемся я в польше побыл германии скоро ждите видео с поездки в германию прошлогодние наконец-то его смонтирую и расскажу что там почем там продается куча барахла в плане советские медали и очень дорого а тут реально какие-то раритетные интересные вещи и по доступной цене вот ну я бы я подарил их кого-нибудь я взял бы такой красивенький но я для чего это для посуды ну что ж у нас скоро близится совсем новый год покажу вам вот такие интересные часы а что про них можно рассказать как раз кстати можно на уголь встречать вот с такими часиками красивые часы хорошая работа германия примерно 1900 года года к старинные прям за старинные да еще идут старинные часы должны быть в каждом доме живой же как они подзываю под заводятся то есть там есть кому-то ключиком заводятся бьют половину часа и час это вот то что там прям до за не каждый час получается половину половину какой-то звоночек а два часа значит два раза отбили три часа значит ого вот это да очень хороший так на ухо хорошо ложится звук а сколько стоит такие часы 200 долларов эквиваленте они работают они через полгода сработается механизм и там будет очень дорого восстановиться хороший механизм еще прослужит очень у вас там еще одни часы я вижу даю висят она несколько я кстати увидел что на стенах что-то висит а и а температуру мерить обороны то есть барометр который вместе с термометром и работают может а что дают барометры то есть что мы поможем померить домашним и вот смотрите себе я выбирал себе домой работающий барометр чтобы вы посоветовали и барометр и термометр мне важно температуру понимать дома конечно вот либо немецкий съел очка голландский из этих те которые мне лично больше наверное все таки с дубовыми листьями а сколько такой стоит 2 тысячи гривен потом дальше как будто бы какой-то подводный вот этот кругленький советских времен до большой такой механизм там до революционная россия тоже термометр теряны сверху до который а вот этот лошадкой сколько стоит или за не лошадка большие да особенно которые понял друзья будем завершать выпуск спасибо кто посмотрел этот ролик подписывайтесь на канал оставляйте лайки если вам нравится тема антиквариата пишите что вам показать в комментариях монеты например часы вот такие маленькие большие какую-то фарфор конкретных более детально в следующем выпуске я расскажу на какую-то конкретную тему пожалуйста пишите в комментариях все всем пока